Один из самых необычных музеев города ждет юных посетителей. Во время летних каникул школьникам предлагают совершенно бесплатно познакомиться с удивительным миром камней и минералов. Экскурсовод музея Литос Клио покажет ребятам примечательные экспонаты и расскажет их историю. Конечно же мы начинаем наше путешествие с первого зала информационного. Человек, который приходит сюда, в нем информация обо всем музее, о том, как он был создан, что он может посмотреть, что бывают, какие мероприятия. А заканчивается космическим залом. Также зал минералогии, палеонтологии, истории и камень, зал камнерезного искусства и краеведения, раскроет им свои тайны. Познавательное путешествие проводят по средам. Тема сегодняшней экскурсии – каменорезное искусство. После просмотра небольшого фильма группу ведут в зал, где представлены искусно сделанные статуэтки из камня. На витринах фигурки диких животных и птиц. Также мастера отражали в камне образы людей и зданий. Любой памятник из камня сделан, по сути, камнерезное искусство. То есть вы возьмите, например, Фанасьева на улице Садовой или другой любой каменный памятник, каменное изображение, фигуру – это все как раз камнерезное искусство. То есть оно вокруг нас, просто мы это редко замечаем. Признанными центрами камнерезного искусства в России являются Санкт-Петербург и Екатеринбург. Умельцы используют самые разные материалы. В зависимости от их твердости применяют соответствующие инструменты. Многие минералы очень и очень мягкие. Их можно даже резать ножом. Например, есть разновидности гипса, которые можно резать ножом. Например, селенит. Помню, такой похож на мыло, камешки. Вот у нас сегодня селенит мы тоже с вами увидим. Здесь у нас он будет желтый. Вот птички у нас такие селенита. А есть еще одна разновидность гипса – это ангидрит, безводный гипс. И в основном все фигуры, которые вы сегодня увидите, вот такие вот белые, желтоватые, коричневые – это все как раз ангидрит с прожилками и так далее. За несколько визитов в Литас Клио можно узнать много интересного. Практически обо всех камнях и минералах. Завораживающие рисунки и причудливые формы, созданные природой, никого не оставят равнодушными. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.